Я приветствую вас, возлюбленные Господом, братья и сестры. В послании к Ефесянам, 6 главе, апостол Павел дает нам рекомендательное наставление, как и, собственно, Ефесянам, и нам в том числе. Рекомендуя следующее, с 10 стиха, 6 глава. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Братья и сестры, не просто так, это рекомендательное слово для нас с вами. Но действительно, мы многие других мест находим в Писании. Вы знаете, нам всегда приятно читать, смотреть там, где тешат наше самолюбие. Там, где приятно смотреть, читать там, где нам говорят приятные слова. Приятно слушать о себе какие-то приятные пророчества. И как-то всегда наш дух противится, если речь идет о каком-то противостоянии, о каком-то сражении, о каком-то достижении, чего бы то либо не было. Потому что так Павел говорит, я плотян, продан греху, и наши тела с вами, и наши души, и наши духи внутри нас, они тоже не ленивы. И очень хотелось бы, и Бог нас ведет такими дорогами и готовит мало-помалу к той позиции, чтобы мы не были похотливы на злое, но чтобы мы подвязались, как добрые воины, подвязались во всяком добром деле. И одно из совершенств, которое говорит Писание, говорит так. Да будет человек Божий совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Вы знаете, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его любовью и для любви. И сотворил человека правым, а люди уже потом пустились в разные помыслы. И Бог желает и хочет видеть в нас добрых воинов, которые приносят плод для Царствия Божия, Царствия Небесная, и своей жизнью являют Сына Его, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Но когда мы проходим все эти вещи на практике, то это оказывается не так и просто. Мы встречаем разного рода испытания, встречаем разного рода несовмещения каких-то наших реальностей, или каких мы слышим, видим в этом мире, которые происходят, которые мы читаем в Писании. И поэтому через апостола Павла сегодня эти слова пусть укрепят вас и поддержат, и направят, и наставят на то, чтобы прилагать усилия. Ибо и Христос, Господь наш, говорит следующие слова, что Царствие Божие отныне и во все время силою берется, и всякие прилагающие усилия восхищают Его. Пусть благословит Господь нас максимально прилагать усилия, прилагать усилия и восхищаться Царствием Божиим, приносить плоды для Его славы, быть поистине Божьим человеком, делать великие дела Божьи и в небе получить свои награды. Да благословит вас Господь, братья и сестры, от всего сердца искренне люблю вас. Аминь.